Есть одна такая скользкая тема по поводу приезжих. Как их называют? Чебреки, чурки, мастурбеки, хачапори, чурбаны. Вчера ходила в Ярот, который, естественно, владелец чурка. Вот вы понимаете, вот я смотрю на пацанов, которые работают на фруктово-овощном развале. Чурки, естественно, чурки. И рядом стоят три среднего возраста, молодости. Ну так, 20-22, пьяный, среди белой дня, курящий. Три пацана. Для меня уже пацаны, потому что мне сорокет. И рассуждать. Ну а, блядь, нахуй, куда не тронешь? Бля, нахуй, чурки. Бля, нахуй. Одни чурки ебаные. Я, наверное, уже в том возрасте, когда я начинаю к молодежи приставать. То есть у меня в обиходе разговора появилось слово молодежь. И я начала приставить просто с вопросом. Я говорю, слушайте, я говорю, вот вы готовы работать за 15 тысяч рублей? Бля, я ебал, нахуй, такую работу. Я говорю, а за 50 тебя возьмут? Ну, у тебя есть достаточно знаний, опыт работы. Молчат. Нахуй не нужно. Я говорю, я тебе открою секрет. Они приедут сюда за 10 тысяч работать. Они будут 10 лет ходить в одних джинсах, и через 10 лет у них будет машина, квартира, вся семья сюда переедет. И он будет ездить на БМВ. И тебе будет указывать, что тебе здесь можно, и что тебе здесь нельзя. А ты кто типа такая? Я говорю, а я местный коренной житель. Здесь родились мои прабабушки, бабушки, дедушки, папа и я. Я говорю, а ты тут кто? Не понаехали? Ты чей? Молчат. Я говорю, вот. Ты, говорю, будешь сидеть либо у жены, либо у мамы на маминой пенсии и бухать. И рассуждать, как черки понаехали. Как за 15 тысяч ты не пойдешь работать, а как за 50 козлы тебя не берут. Да тебе и предложить за 50 тысяч нечего. А вот они будут работать. Я говорю, что тебе мешает? Вот так же под солнцепеком целый день простоять с этой бахчой. Сначала ее все выгрузить с утра в 5 утра, а потом ее в 10 загрузить назад то, что осталось. Посчитать прибыль и не получить по башне, если ты где-то обсчитался. В случае, если у тебя что-то еще потырили немножко. Потому что ты не можешь за 10 людьми уследить. Один часов вот чеснок берет, ты другому считаешь, третьему взвешиваешь, четвертый там у тебя внутри павильона орехи загружает, пятый у тебя спрашивает, почем у тебя манго, шестой у тебя виноград взвешивает, стоит, выбирает, ковыряется и бухтит, почему он такой несвежий. И рассказывает, как хорошо пойти в пятерочки. Там очень дорого, но очень хорошо, у тебя очень дешево, но очень плохо. И вот это по кругу раз 10. Ты готов на это? А вот он готов. И у него будут деньги, и у него будет дом, и у него будет квартира. И он не будет 50 тряпок себе покупать и пиво глахтать, он будет пиво пить и рассуждать, какие все пидорасы, тогда, когда он себе уже заработает на дом, заработает на машину, обеспечит своих детей, когда они будут ходить в местную школу, в местный садик, вот тогда он начнет рассуждать, какие все пидорасы. А пока ему некогда. Он себе зарабатывает на мягкий диван, а ты на него не заработал, рассуждаешь. Что ты, говорю, предложил этому миру, для того, чтобы об этом рассуждать. Да, говорю, они понаедут, потому что на нашей земле рабочих рук нет. А работать, а работники требуются. Зачем не оплачивать тебя, алкаша, который на третий день получит получку и пойдет накваситься за 15 тысяч, а потом будет бегать твоя мама или твоя жена, ой, вы ему и зарплату не оплатили, а ему оплатили бутылкой, и он был очень доволен. Женщины, уважаемые, неуважаемые, вы сами плодите алкашей. Когда вы за бутылку нанимаете чужого мужика, а потом говорите, вот какая-то сволочь напоила моего, я говорю, вы не думайте о том, что вы сами то же самое делаете. Вы сами плодите воров, вы сами плодите наркоманов, которые все оплачивают дома, а ему очень удобно употреблять. Жрать накормят, нас стирают, оплатят и все, из дома не вышвырнут. Спать в постельку постелится в надежде на то, что вот он поймет, что он теряет, что мы же за ним ухаживаем, что он однажды поймет, да ни хера он не поймет, ему станет очень удобно. От употребления и от алкоголизма страдаете только вы. Говорят же, созависимость нужно лечить в первую очередь созависимого человека. Лечить от этого больного восприятия, что он поймет однажды, не поймет. Все наркоманы и алкаши рано или поздно бросают, некоторые даже при жизни. И вот не надо сравнивать и не надо оскорблять чужую нацию. Дураков и в нашей нации хватает, дебилов и в нашей, живодеров и насильников и в нашей нации хватает. Относитесь к людям по-хорошему и они к вам хорошо будут относиться. И если вы хотите, чтобы были не чурки на рынке, а ваши, воспитывайте их в трудовом воспитании. Вон я своего пытаюсь. До 16 лет, ну ладно, он же инвалид и все. А теперь с 16 до 18 он такие ферделявы делает, потому что он привык, что его просто обслуживают, что он получает деньги по умолчанию, что он даже не спрашивает, ему дает. Зачем он будет напрягаться? Ему предложили заработать. Он начал делать так работу, как он считает нужным. И за ту сумму, которую он считает нужным. И кому такой работник нахер нужен? Вот ломаем систему восприятия. Ах, раз ты самые умные, ах, раз ты решил делать все по-другому, делай. Посмотрим, какой будет результат. Сейчас не вмешиваемся. Все. Мы умыли руки. Не вмешиваемся. 18 лет. Взрослый мужик, ты нам говоришь, что мы дураки, а ты умный. Вот и посмотрим, что у тебя будет и как у тебя будет. Поэтому, мамочки, жены, вы сами делаете из них трудней. И потом ходите, и эти трудни ходят и рассуждают, что чурки понаехали. Да они скоро вам на жопы, на лицо вот так вот сядут. А вы будете оттуда бухтеть. Понаехали. Себя. Себя спрашиваете. Вчера я ехал с таксистом. Он давно-давно приезжает к нам в Услун. У нас давно продает овощи, фрукты. Он уже себя услунским считает. Ну, лет 10 тому назад, наверное. Может быть, чуть поменьше. Он считает себя услунским. Он вообще, я говорю, а вы откуда? Я услунский. Я говорю, мужик, ты уверен, а национальность у тебя какая? А, ну, я приехала из Сынджикистана. Ну, вообще, я услунский. Вот у нас во дворе сейчас тоже появилась молодая пара. Замотанная девушка. Ребенок первоклассник. То есть я увидела, вот они с шариком. Он же в первый класс в гимназию уже поступил. Они с ней здесь снимают квартиру. Вот я в квартире съемной живу пять лет. И у меня дом там или квартира в ипотеку, в лучшем случае там, ну, через год, через два, через три появится перспективность такая. То есть мне 40 лет, у меня нет личного жилья. Им по 20, наверное, не больше. Девчонки точно не больше 20. Она, наверное, лет в 15-16 выразила. Они снимают квартиру. Они годы ее снимать не будут. У них уже ипотека будет. У них уже машина будет. У них будет все. Потому что они на шмотки и на айфоны своим детям не тратят деньги. Они ходят скромненько, но зато потом у них будет дом. А мы своим детям айфоны, тряпки, шмотки по пять видов обуви на сезон. А потом они неблагодарные, потому что они привыкли получать все. И у тебя ни хера ничего нет за душой. И он тебе же потом еще говорит, а, ни дома, ни квартиры, ничего нету. Ты хреновый родитель. О!